Здравствуйте, друзья! В этом видео рассказ о весеннем грибе в строчке гигантском. Встречается гриб в лиственных и смешанных лесах с обязательным наличием березы. Также необходимо наличие березового валежника. Поэтому гриб можно часто встретить на вырубках, лесовозных дорогах. Уже в начале апреля можно встретить небольшие грибы. Растут они по конец мая. Возможно, даже еще в начале июня встречаются старые большие грибы. Вырастают строчки гигантских, действительно до гигантских размеров. Ножка у гриба короткая, толстая, белого цвета. Поверхность шляпки волокнисто-складчатая, похожая чем-то на грибский орех. Молодые грибы имеют бледно-желтый, желто-оранжевый, желто-охристый цвет шляпки. Более зрелые плодовые тела имеют более темную шляпку. Коричневатую, светло-коричневую. Гриб можно спутать со строчком обыкновенным. Но он более мелкий и имеет темно-коричневый окрас. Также он растет в сосновых лесах. В России строчки гигантские считаются условно съедобными грибами. Используются после предварительного отваривания в большом количестве воды в течение 15-20 минут. Отвар сливается. Грибы промываются чистой водой. Считается, что количество гирометрином в грибах зависит от температуры окружающей среды. Чем теплее, тем больше токсина. По другим источникам, в строчке гигантском, вообще нет этого токсина. Но я все равно рекомендовал бы гриб отваривать и сливать воду. В современных условиях, когда температура меняется, лучше подстраховаться. Спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok